2021 год заканчивается. Крайне печальный для нашего Отечества год. В общем, год утраты иллюзий и год катастрофы. В общем-то, он мало чем отличается от предыдущего года, когда нас осчастливили поправками в Конституцию. Никакого влияния на нашу жизнь эти поправки не оказали. Это там какие-то разборки в верхах. Вот якобы в 21 году они там какие-то законы понапринимали, которые во исполнении Конституции. Как Конституция не исполнялась, так она и не исполняется. Как она была нелегитимной, так она и осталась. В этом году нас осчастливили очередными выборами в Государственную Думу, которые, как и всегда, были фальсифицированы тотально, от начала до конца. Ни малейшего взаимодействия вот этих высших органов власти с населением страны просто не существует. Особенно надо поздравить Хабаровск, которому навязали, уж извините, полного дебила в губернаторы. Они хотели прежнего губернатора, кто-то там их поддерживал, они выходили месяцами, флагами размахивали, но не создали никакой структуры, и поэтому результат нулевой, как и будет нулевым. Результат всегда в случаях, когда вы просто протестуете, не имея никакой позитивной программы и не структурируясь в общество. Никто этого не желает делать, даже несмотря на то, что в этом году начались какие-то телодвижения есть, возник собор православных мирян. Вот про структурирование ничего не знаю, ничего не слышу, и кроме конференции на медицинские темы не замечаем ничего. К сожалению, большому повестку дня надо расширять, у нас не медицинские темы. На первом месте вопросы государственного строительства. Все знают, чего мы не хотим, никто не знает, чего мы хотим. Вот и не формулируют эти темы, это прискорбно. Есть, сейчас начала формироваться армия защитников Отечества, достаточно разветвленная структурированная организация, но там нет идейного единства, это большая проблема. Также и на базе офицерского собрания есть попытка собрать разные структуры, разные разнородные идейно-группы. Это все обречено на провал. Пока нет идеи, не будет ничего. Идеи правят миром, несмотря на то, что я поддерживаю все те структуры, которые перечислил, и приветствую их формирование, но я знаю, что если не будет идейной ясности, если не будет внятной, позитивной программы, не будет ничего. Будут просто вот такие же, как хабаровские размахивания флагами, большие перспективы, которые никогда не воплотятся ни во что новое. Ни во что такое, что должно бы заменить нынешнюю бесовщину. А уж в этом году бесовщины хоть отбавляй. Надо сказать, что еще провели перепись населения, как все в путинской эрефии. Фальшива перепись населения, все фальсифицировано просто тотально. Нет ни одной стороны жизни, которая в эрефии не фальсифицирована была бы. И в этом году совершенно стало ясно, что никакого суверенитета у Российской Федерации нет и рядом не стояло. И те поправки в Конституции 20-го года, которые были приняты, ни в малейшей степени не превратили Россию в суверенное государство и даже не продвинули ее в этом направлении. Россия управляется внешними, необъявленными, закулисными управляющими. Путин не способный на самостоятельное правление человек. Он нелегитимен как с внутренней точки зрения, так и с внешней стороны. Он управляем. В общем-то, это одно связано с другим. Нелегитимный правитель находит себе хозяев где-то на стороне. Хозяева у всей вот этой комарилии путинской находятся за рубежом и жизнь нашей страны переклинена, перекошена. В этом году уже в особенной степени с перспективой каждому получить клеймо на лоб. Эта перспектива должна как-то изменить наше поведение. Но поведение не меняется, не меняется. Все чураются политике, а без политики не будет власти. Вопрос о власти является ключевым. Пока вы эту нечисть не вычистите из кремлевских коридоров, из правительственных коридоров, ничего не изменится. Если такая задача не ставится, значит не будет ничего. Ни одна задача не будет решена, потому что принцип этой власти усугубить все проблемы. Потому что на этом они получают свои доходы. И этим они отчитываются перед своими зарубежными хозяевами. Документам верить невозможно. Конституция – это Филькина грамота. Никакие поправки легитимно приняты не были. И сама Конституция в 1993 году не была легитимно принята. Поэтому мы живем в обстановке тотального беззакония. Тотального. Все структуры, которые призваны защищать закон, все этот закон нарушают. Вот такой, я бы сказал, даже уже не печальной, а трагичной ситуацией мы живем. Российская государственность находится на закате. Даже в тех фиктивных формах, в которых она существовала, она уже перестает выполнять даже элементарные функции по поддержанию жизни граждан. И самая большая проблема, в общем-то, не в том, что у нас у власти изменники и воры, а в том, что с этим согласно население. Оно будет ругаться по кухням, но ничего делать не будет. И главное, оно не структурируется в какую-то альтернативу. Контр-элита не формируется. Каждый сам за себя, каждый профессор держится свою кафедру, а вдруг уволят. Так же, как и каждый священник держится за свой пост. Поэтому сатанизм нынешнего руководства московской патриархии просто игнорируется. А как же вы тогда служите Христу, непонятно. И усугубляются все проблемы, с которыми мы сталкивались в прежние годы. Конца края этому не видно. И в этом году не то, что никакого перелома не было, а наоборот складывается убежденность в том, что эти процессы уже остановить невозможно. Никто не хочет их останавливать ни в верхах, ни в низах. И к этому как раз у меня вышла книжка «Завет темных веков». В издательстве «Книжный мир» есть соответствующий сайт, на котором вы можете найти эту книгу. И как бы в дополнение к этой книге вышло второе издание той книжки, которая уже 10 лет назад выпускалась «Как убивали СССР». То есть убивали СССР, теперь убивают Эрефию, обломки, остатки. Ну а все постсоветские страны, это, конечно, постсоветские государства, это государства-лузеры, и в этом никаких нет сомнений. А главный лузер – это тот, кто имеет колоссальные ресурсы и имеет абсолютно провальную политику экономическую и всякую другую политику, какая только может быть на этой территории катастрофа. Вот то, чем можно обозначить 2021 год. И следующий год будет продолжением этой катастрофы. Ни малейших признаков того, что эта катастрофа будет остановлена, нет. И мне нечем порадовать накануне Нового года и Рождества тех, кто будет отмечать эти праздники, один светский, другой религиозный, хотя тоже и люди неверующие отмечают Рождество, особенно чиновники, которые как со стаканами стоят в церкви со свечками. Все обращается в свою противоположность, и темные века наступили уже. Вот они наступили. Последующая перспектива трагична, катастрофична, неизбежна. Российская Федерация не содержит в себе никакой идеи России, никакой русской идеи. Население абсолютно лишено представлений о том, что такое Россия, о том, что такое русская история, о том, что такое русское мировоззрение. Если раньше я считал, что некоторая часть просто в силу своей дебильности не способна к русскому мировоззрению, то теперь я вижу, что 99% и не хотят, и никогда не будут русскими людьми. Уже это окончательно, это предопределено. И надежда на будущее поколения, которые вот-вот входят в жизнь, они воспитываются. Они воспитываются в антирусском духе, ничего русского в них нет, незаметно этого. Если есть какой-то потенциал в будущих поколениях, то этот потенциал, скорее, связан с каким-то личностным ростом. И, возможно, он будет, скорее всего, только за рубежом, а здесь вы будете жить в состоянии катастрофы. Потому что будущего у вас нет. Да, вот мы, скажем, я уже себя отношу к старшему поколению, у нас было хотя бы прошлое, а у вас, у молодого поколения, будущего нет никакого. В будущем только смерть и катастрофа. К этому привело равнодушие предшествующих поколений, в том числе и моего поколения, которое соучаствовало в разрушении единой государственности, когда надо было просто избавиться от названия СССР и прогнать коммунистов из власти. Название-то заменили, а коммунисты во власти так и остались. И остаются вот эти рафинированные коммунисты, то есть чекисты, остались у власти. Население осталось согласным с тем, что Советский Союз – это свет в окошке. Я прекрасно помню это время и прекрасно помню эту историю, знаю ее, и знаю, что катастрофа была заложена там. В общем, большевистская революция 1917 года, как оказалось, смерть для страны. Большая социальная система падает медленно. Советский Союз сожрал имперское наследие где-то к середине XX века. Дальше он был подкреплен научно-техническим прогрессом. К настоящему времени то, что от технического прогресса получил Советский Союз, прожрало Эрефия. И кроме катастрофы впереди нет ничего. Это надо встретить с мужеством. В особенности я обращаюсь к христианам. Вы ждали последние времена, вот они пришли. Ну, пока еще, может быть, не последние времена, но то, что это темные века, и что Российская Федерация никогда не будет уже Россией, и никогда не сможет подняться с колен, а уже опустилась на четвереньки, и дальше уже будет ползти к обрыву на брюхе, куда и свалится с полнейшей неизбежностью. В чем перспектива и в чем радость бытия может быть сегодня? Это семья, друзья, единомышленники. И с ними вы можете сопротивляться тем невзгодам, которые на вас обрушатся с тотальной неизбежностью, по тем причинам, о которых я уже сказал. Наша надежда на то, что мы можем помочь своим ближайшим потомкам пережить ту катастрофу, которая неизбежна. Они тоже будут жить в ситуации катастрофы. И следующее за ними поколение, скорее всего, тоже будет жить в ситуации катастрофы. Но мы можем заложить в эти поколения понимание того, что нужно. А нужно вернуться к исконной России, какой ее нам Бог дал. Не коммунисты с социалистами, а какой ее нам Бог дал, как Пушкин писал в письме Чедаеву. И важнейшая задача для нас заложить в эти поколения понимание того, что никакая социальная справедливость, никакие либеральные ценности и свободы, никакие свободные выборы не создают вашего будущего. И никакие финансовые механизмы не строят экономики. Будущее ваше создается на основе мировоззренческого выбора, а в России это может быть только выбор православного человека, государственника, монархиста. Экономика создается только на основе труда и научных достижений, а финансовые инструменты это только перераспределение, поэтому они должны быть подчинены первому и второму. Если этого нет, то будет катастрофа и будет тотальный грабеж, он будет продолжаться. И вы, владея огромными запасами природных богатств, не получите от них ничего до тех пор, пока не уничтожите власть подонков, изменников, которые имеют монетарное мышление. Самим надо отказаться от монетарного мышления и от понимания политики, которая сложилась сейчас в подавляющем большинстве, что целью политики является социальная обеспеченность и защищенность граждан. Это не так. Целью политики является суверенитет и национальная ориентация всех властных институтов. Если это есть, все остальное приложится. Если этого нет, не будет никакой социальной политики и не будет никакой справедливости, которая не бывает социальной. Справедливость либо есть, либо нет. Никаких статусов социальности справедливость не предполагает и не содержит. Вот исходя из этого мы, возможно, как-то сформулируем для себя, каждый для себя внутри. Я уже не надеюсь на то, что русский народ воспрянет, что-то там начнет понимать, уже не начнет и не воспрянет. Я в этом абсолютно уверен. Это итог моих аналитических наблюдений последних десятилетий. И то, что мы видим вокруг, совершенно нас не может убеждать в том, что есть у русского народа какие-то перспективы. Собственно, русского народа уже нет. Мы можем сохраняться, как русские люди. Каждый человек сам себя определяет, как русского. Но народности русской уже нет. Уже нет. Она уничтожена, она истреблена совком, истреблена большевиками, истреблена тремя десятками лет постсоветской сатанинской власти. А мы должны оставаться русскими, русскими людьми, должны оставаться христианами, православными. И только с этим мы можем обрести спасение для себя лично и заложить какое-то спасение для будущих поколений, или, по крайней мере, такую возможность. И возможность построения суверенного русского национального государства, которое может возникнуть только после национальной диктатуры, которой мы, русские люди, не должны бояться. И только таким образом мы можем вправить мозги тех, кто совершенно сошел с ума. Сейчас таковых, как я уже говорил, 99%. И только таким образом мы сможем вышвырнуть своих врагов из власти и построить такую власть, которая будет милостива для всех, кто населяет нашу страну, и прежде всего для русских людей. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси!